Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Не показывала, как я утром ехала. Я показываю вам, как я уже вышла с церкви. Сегодня я приходила в эту церковь в воскресенье, поставила свечечки и вас вспомнила. Те, кто болен, вспомнила, из-за Украины вспомнила. Дай Бог нам всем терпения, самое главное терпение. Я не стала уже всю службу стоять, потому что у меня еще много планов еду. Не показывала в середине. Видео у меня есть в церкви этой прекрасной. Здесь очень хорошая энергетика, очень. Простите, когда выходишь в церкви, нужно перекреститься. Видите, пальцы. Воск или парафин, что там оно упало. Сегодня холодно. Сегодня градусов 7 мороза. Я уже одела пуховик, потому что холодно. Аидочка, спасибо тебе за тепленький шарф. Капюшон, потому что холодно, очень холодно. Все, церковь сзади осталась. Видите, какая красивая церковь. Вы знаете, город спит в воскресенье. Я вот проехала с песчаного сюда. У меня везде был зеленый сигнал светофора. И сейчас, смотрите, видите, просто попала на зеленую волну. Бывает такое. Поедем через город, потому что мне нужно сейчас заехать в середину. Так что холодно. Видите, как с выхлопной трубы дым валит. Так резко прям похолодало. Но на то же зима моя хорошая, правда? Печка не выключается. Потому что вышел, холод зашел, все. Это улица Киевская. Когда с Киева едем, мы сюда заезжаем. Большая улица, очень такая жидопесчаная. О, сглазило все. Ребятки, сглазила Аллочка, смотрите. Мы, может, недолго будем стоять. О, видите, нет, не сглазило. Все нормально. Даже не остановились. Шикарно. То есть сегодня 16 декабря. Для меня это везучий день, да? Наверное. Ой, Серега, как же, поехали на рыбалку сегодня? Кажут, а нет, я не могу. Я, во-первых, что Лену отвозила сегодня опять. Говорю, я не могу. Ну, давай поедем. Ты приедешь и поедем. Ну, я смотрю, что-то у меня нет желания. Знаете, когда утром встал, проснулся, уже оделся и планируешь, что ты едешь на рыбалку, другое дело. А сейчас, когда ты побыл на таком холоде, иди опять не. Не хочу. Хай замерзает, кудись поедем. У него что-то там с цилиндрами. Может, во вторник. Во вторник, шобу в толок. Так, смотрите, 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 что происходит. Опять зеленый включился, видите? Экономия газа у меня сегодня полнейшая. Это у нас дворец культуры Красс. Вечно живой памятник. Так, здесь у нас пешеходы. Давай, 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 давай. Вы же имеете право, давайте. Вот только здесь мы остановились немножечко. Вот это наши гранатовые троллейбусы. Эти троллейбусы, ребята, могут ездить как с рогами, так и без рог. В те районы сейчас запускаются троллейбусы. Где нет вот этой вот нашей такой линии, они легко могут ездить без рог. Даже через Крюковский мост ездят такие троллейбусы. Так что, вот это у нас такие вот самые старые. Вот свитерослынк. Видите, опять, смотрите, я еще даже не остановилась, ребята. Опять зеленый. Ну вот, с нужной ноги, наверное, сегодня я встала. Так, перестроимся. А, все, закончилось везение. Красный. Но это для того, чтобы я вам показала вид. Вот это у нас самая высокая точка в городе. Самая-самая высокая. Электростанция. Немножечко самая посередине, чтобы вы увидели вот. Прямо-то, видите, какая красивая. Такой пейзаж красивый. Видно снега. О, там, в Ласовке, Светловодска прямо. Самая высокая. Говорят, когда, не дай бог, наводнение, нужно быстро бежать на вот эту верхушку. Я помню, мама рассказывала, в 60-х годах, не знаю, какой точно, была, значит, учебная тревога. Говорит, это было ужас. Ну, учебная, но об этом никто не знал. Люди бросали магазины, люди бросали квартиры, банки. И бежали вот сюда все. Автобусы специально. Так мы успели. Специально автобусы вывозили людей. Всех везли сюда наверх. Представляете? Ну, здесь, как обычно, едешь на нейтралке. Но когда скользкая нейтралка, не увлекайтесь, потому что, когда скользкая дорога, нельзя не тормозить, не на нейтралке катиться. Все время на скорость. Скоростью, скоростью. Ну, ребята, ну вы тоже не остановились. Смотрите, мы поехали дальше на неделеный. Все специально. Случай и удача я специально остановила наверху, чтобы я вам рассказала об этой точке. Некоторые подписчики пишут, что да, вот здесь вот справа у нас была баня. Вот здесь, здесь сейчас торговый центр. Была баня в детстве, мы ходили туда купаться. Это вот здание электростанции. Видите? И вот там раньше тоже, может, кто в Кремичуге жил, здесь там мило женщина принимала. Вот в эту, вот там, видите, козыречек? Вот-вот козыречек заходит. Вот-вот-вот-вот-вот, туманно. Там принимала ясновидящая. Очень. Она такая была сильная, такая сильная, что я вам не могу передать. Так, все, поехали опять. Тут ямы, конечно, повыбивались. Конкретные. Сегодня в церкви очень мало народа. Ну, совсем мало. Бабушки там старенькие. Человек десять. Все, больше нету. Вот тоже церковь здесь много наших. В ходе сюда прихожал. Я была здесь на вербну неделю, но мне почему-то здесь энергетика не очень понравилась. Не знаю, почему. Не буду судить и не буду говорить. Каждому свое. Прямо вот вы видите, это бывшая обувная фабрика. Аренда. Там у нас был раньше магазин. Вот это все, обувная фабрика. Я вам уже рассказывала за нее. Сейчас площадя почти гуляют. В аренду очень мало берут. Но выпускалась обувь, которую было стыдно просто. Я не знаю, что там где-то носить, одевать. Просто на нее стыдно смотреть. Это справа у нас елка уже есть. Я их прозевала. Дармаш. Дармаш. Это здание. Производство немножечко в другом месте находится. Я проехала, не увидела елку. Они уже поставили. Нет, у них фонтан красивый. Елка, как обычно, красивая. Так что, смотрите, видите, машин вообще нет. Все спят. А что делать в такой холоде еще, скажите. Вот, пожалуйста, мы сверху съехали. И уже вот по прямой. Кремячок небольшой. Вот центральная эта улица, она идет даже на молодежный в тупик. Протяженностью небольшой город. Сейчас он такой немножечко вроде как сероватый. Ну, я вам скажу, а где сейчас город красивый. Только там, где тепло. Израиль, Египет. У нас зима. И чего? Наступит лето, и у нас будет... О, смотрите, 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 смотрите. Зеленый. Вот так вот. Так что, ребята, неспроста все. Надо хорошо иметь, как говорится, хорошее настроение. И все у вас получится. Все, сейчас поворачиваем. Я же без стойки. Я же в руке держу телефон. Я дома. Долго я, конечно, ездила, мои хорошие. В магазин заехала, кое-что там покупила. И заехала в мясной. И смотрите, купила два хвостяра. Прекрасно. Сейчас кончик от этого отрежу. Это собаки, потому что ничего не будет. А это все пойдет. Сидла вот эти небольшие. Хорошие. Я один стушу, а один на Новый год. Вот он почувствовал. Мартиша, ты хочешь подарок с этого? Сейчас я поставлю машину. Никуда не уходи. Я тебе дам консервочку с Франции. Конечно, да. Пошли, я сейчас поставлю машину. Давай. Вот ты любишь мявкать, Мартин. А потом будут писать, что я тебя не кормлю. Че ты приходишь? Як тут тебе так погано. Че ты приходишь, а? Если тут так тебе хреновенько. Объясни людям, которые переживают за тебя, что у тебя тут голода мало море. Объясни. Сейчас я возьму ключ. Видите, у меня вода позамерзала, поэтому я все позаносила. Сегодня утром оставила аж идиотка. Думаю, что лето на улице, май месяц. А ну, Марус ударил. Сейчас, Мартынчик, сейчас. 80 граммов тебе хватит, дружище? Че поделить? Ну, че ты страдаешь? Ну, че ты страдаешь? Скажи мне. Вот уже страдалец. Иди сюда, сейчас буду давать. Вот такая будешь? Подивись. О, бачите? Значит, буду. Сейчас даю. Мартын схода с ума. Ребята, я открыла. Как же оно вкусно пахнет. Смотри, смотри. Спасибо тебе, Анечка. Мартыша, это гостинчик. Куда ты пошел? Иди сюда, я тебе буду тут давать. Иди. Это гостинчик. Это Ани. Отчаянная французская домохозяйка. Это чисто с Францией тебе, дружище мой. Ты видишь, какой ты изысканный? Французские деликатесы будешь кушать у меня тут. На, кушай. А ну-ка. Так, ест. Он немножко не понимает, что это такое вкусное. Потому что он такого не ел. О, це вкуснятина, да, Мартын? Ну, по запаху я тебе скажу, что я бы сама на хлеб его намазала и ела. А ну, Мартыша, подожди. Я сейчас посмотрю, что здесь. Я покажу. Постой. Здесь прямо кусочки мяса, ребят. Здесь не какая-то ни химия, ни соя. Здесь прямо кусочки мяса. Видите? Видите, морда эта пережит. Да, конечно, я же не зимна. Ешь. Спасибо тебе, Анечка. Доставила удовольствие Мартыну. Ох, и похудче. Не знаю, чем. Знаете, как качественная, качественная тушенка. Вы думаете, что он не выложит? Да, выложит. Маленькая тарелочка такая. Мартыша, тебе высыпать... Идем я тебе в чашечку высыплю, ты тут не достанешь. Пошли, 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 пошли. Пошли, Мартыша, идем я в чашку твою высыплю. Идем. Вот так получше. А то у него в эту коробочку пыканы влазы просто. Ох ты, глянь, вчера бросила чай. Тоже примерз. Ну, ума ноль. Так, ладно, все, пошли. То теперь, то мороз. Иду переодеваться, мои хорошие. На улице, знаете, не то, что холодно, а вот этот ветер из-за ветра. Боже, на кое похуже. Капюшон на лис. За ветра прохладно. И вот сиськи на этом так подслазило, и так и выся. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, начало падать, видите. Вот оно, как шифер. Съезжать, и потом остановилось, замерзло. У меня хоть Димка сбрасывала. Сейчас, я ж не полезу туда. Так, а як есть, так и буду. Так, все, мои хорошие. Сейчас такое какое-то странное у меня это видео будет из двух частей. Я вам сейчас вставлю, как я вижу. Вот бандерольки, которые на Россию, мне нужно не более 100 граммов. То есть, вот я уже нафасовала такие бандерольки. Те люди, которые откликнулись, будут получать от меня маленькие новогодние такие подарочки. И главное, что в этом подарочке это крестик, который был в Иерусалиме на гробе Господнем. Так что, кто отозвался, я два раза делала клич. У меня есть куда, боже, у меня много желающих. Просто те люди, которые не отозвались, извините. Но те, которые другие, получат немножечко позже. А так, сегодня я на почту еду и отправляю вот эти почты. Я пришла, спасибо девочкам, что в обед принимают посылки. Бо я попала, как обычно, в обед, понимаете. Так что отправляем посылки. Сейчас, секундочку. Видите, какая у нас почта, газеты, журналы. Спасибо, заведующее отделением услужила. А, я же получила посылку с Израиля, ребят. Я забыла сказать. Вот она, вот она посылочка. Очень быстро пришла, очень-очень-очень. Спасибо. Спасибо.